так всем привет оделся я тепло у нас на улице правда потеплело уже с 36 до 33 час а у меня нет стекла 1 как-то летом хотел ставить не вставил подушкой затыкал но убрал подушку темно вот ладно что-то я отвлекся погодные условия а надо в гараж идти за болгаркой вот начал я делать сегодня вот эту пластину не знаю что у меня получится тут уже задействовал дремель пилил надо тонкой вот два уже два уже убил это у меня зубоврачебного вот эти вот диски алмазных осталось здесь но здесь я большой болгаркой пилю короче тут остается выпиливали не знаю что и получится с этого ну что-то получится ну сомневаюсь что что-то путнее получится ну попробовать то надо ну не получится буду ждать там не один обещал не знаю насколько это выслать оригинальную но пока попробую скалхозить тут колхоз лютый я никогда такое не делал чтобы в швейную машину что-то сделать какую-то запчасть это все равно что не знаю ну в пистолет какой-нибудь там в макаров или в калашников выпили что-нибудь на коленке какую-нибудь деталь это тоже самое не знаю я не оружей не может они и делают но у них она есть приспособу всякие там у меня ничего нет не ударили ножовка по металлу и тиски все и вот кусок железки нашел какой-то ну буду пробовать может что-то и получится сомневаюсь конечно пошел за болгаркой оденусь потеплее ничего страшного на улице нормально сейчас болгарка комнатной температуры полежит маленькой при минус 30 в гараже гараже тепло вообще градусов 30 главное тепло одеться и все так ну вот вот что у меня получилось пока еще ничего не получилось но вот вот так вот будет выпили на все тут под пружину тут под ось вот так вот это все обрежется не знаю не знаю но делать то нечего все равно вот машинку вчера одну привезли сделал хочу еще мне делать у меня больше никаких тут вариантов все все починено вот осталось только вот эту беду ладно пускай температуру окружающей среды привет болгарка которая а чё на тут вот все правильно вот так она должна быть вот она будет давить но вот это коромысло вот так по центру здесь соответственно тоже по центру меняется радиус ну короче понятно ну вот буду продолжать час тут все еще топорно вот так так будет она да вот так выглядеть так так сюда загнется ладно тут еще делать и делать так вот что то уже подгоняю это вот ляжет сюда но тут обрежется где-то миллиметров на пять так вот нечто вырисовывается что только получится так и вот здесь обрезать вот здесь обрезать это под пружину тут обточить примерно так вот слепил грубую заготовку ну вот так вот теперь надо все подогнать обработать и может быть даже будет работать может быть установка так установка совместить женат не идет не идет так что надо пошла оп 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 так так отвертку надо так 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 ответственнейший момент ответственнейший момент ответственнейший момент о только это еще не двигается почему-то а а тут надо так а почему не двигается потому что я еще не закрепил ладно так ну все дело в пружине надо пружину добрую это не подойдет тут тут весь принцип что пружина 2 зацепление вводит вот эту пластину и после ну и пружина поддавливает и она давит вот на через пружину на вот эту ось короче короче надо пружину найти мне вот что пружину надо такую же но не 12 а 10 шириной ну вот она довольно таки мощная но она не входит не входит в это расстояние вот так как то завтра найду найду ну чтож я понял в чем моя была ошибка я сделал вот эту не плотно тут где-то вот полмиллиметра но сейчас придется на напаяю потом подгоню она должна вот так подниматься вместе она поднимается отдельно должна впритык быть здесь и коромысла вот это поднимать я вот попробовал прокладки здесь сделал все и работает ничего не оставалось сделать мне не новую же делать я напаял вот вот допаял сейчас остынет примерю шлифану примерим уж мало напаял так почти встала оп все все встала шпоночка на место так здесь ну ёлки еще этот припой интересно что-то желтое так вот прям в притирочку вот пайка напаял о коромысло начало двигаться это радует все ну не так как хотелось бы но может быть регулировки что-то дадут вот этим винтом а также еще знаю что надо подрегулировать ну все коромысло работает так это вот сейчас левая ладно сейчас будем дорабатывать так все наверное вот позиционер иглы двигается все ходовые испытания как мы видим работает блок автоматики вот он видно нет не видно вот он это блок автоматики значит работает он изначально щелкнул один раз и все и заработал ну тут вот если смотреть на игловодитель он совершает различные ну сейчас что гадать я сейчас просто-напросто поставлю ткань да прошью вот вот этот припойчик хороший я его купил он достаточно дорогой но это вот белое это флюс вот он паяет очень хорошо вот этот скатился капля скатилась я вот припаивал тут напаивал все а белый прямо с ним отлично отлично прилипла паечка зигзаг зигзаг сейчас будет шить любой то есть ух ты я уже проскочил зигзаг круг сделаем так вот средний зигзаг и надо выключить я же включил блок автоматики уже надо его отключить отключить отключил отключил выключил так теперь идет просто зигзаг средний средний зигзаг как как обычно регулятор на высоте регулятор подачи ткани реагирует на малейшее движение ручки так далее ну вот как мы видим все отлично ниточки политически правильные гутерман или как гутерман немецкие я сегодня купил хорошие нитки ну и включаю блок автоматики вот блок автоматики работает это растянуто стоит растянутый вариант видимо вот так надо поставить сейчас попробуем да да это более сжат как типа ежика опять замивает надо подрегулировать ну вот так как-то вчера начал сегодня закончил да больше всего меня вопрос терзает зачем зачем была удалена эта деталь я не могу понять зачем так ну вот шьет отлично зигзаг и прочие рисуночки так зашилось маленько вот так за какой-то другой рисунок ну их тут 50 штук как-то так ладно последний еще сейчас задействуем щелчок все щелчок всегда должен присутствовать при смене операции сегменты перекрытия подключается это значит все нормально механизм работает задевает вот сделаю вот как-то так ну все на этом эпопея закончена вот